А вот если человек нарушает заповеди Бога, он навлекает беду, это называется неудача. Ничего не получается в жизни, человек говорит, ничего не получается у меня в жизни. Почему? Потому что не знает заповеди Бога, нарушает законы. Законы жизни, заповеди жизни означают законы Бога. Нарушает их. Он думает, тут обманул, там обманул, ничего страшного, удача пропадает. Ложь сразу сердце закрывает, человек не знает, что будет дальше. Правдивость дает чистоту в сердце. Он начинает чувствовать, правда означает чистота. Начинает чувствовать там, везде, здесь, все как происходит. Обманул раз, чистоты меньше уже, все. Изменил жене, вообще чистоты не стало. Женщины могут замечать, что муж, если начал гулять, сразу меньше любит детей, остывает к детям, остывает к жене, меньше думает о семье, меньше говорит правду, стал чужим, начал врать во всем, не только в этом, в другом начал врать. Так, женщины или нет? Так, почему происходит одно событие? Человек изменил один раз и пошло. Как цепная реакция? Это называть, навлекать беду на себя, то есть делать, совершать поступки, которые Богу не угодны. Навлекать беду означает. Опасно очень в жизни. Цепная реакция происходит. Одно сделал не так и пошло, 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 пошло. Поэтому люди и раскаиваются. Почему? Чтобы цепной реакции не было. Человек раскаивается, он кается, кается, кается. Как определить, что раскаивание дало плод? Больше не хочется изменять. Начал раскаиваться, чувствуешь хочется, значит еще плохо раскаиваешься. Почему? Потому что пошла цепная реакция. Один раз изменил, хочется опять так жить, так действовать, хочется сильно. Это означает, что судьба тебя понесла в другую сторону. Надо дальше раскаиваться. Постепенно человек побеждает это желание в сердце раскаянием. И все, у него жизнь прежняя становится, его все прощают. Иногда бывает, что человек изменил, раскаивается, раскаивается, раскаивается сильно. И все, даже жена не узнает, ничего не меняется в жизни. Это называется оступился человек. Поэтому мужчины можно оступиться разок. То есть пошли, изменили, потом пораскаивались, пораскаивали, и все. Представляете, как классно. Так вот, веды говорят, что если человек знает о силе раскаяния, и идет специально изменяет, чтобы потом надеясь на раскаяние, то Бог ему устроит Кузькину маму. Меня спрашивали уже в Риге, что такое Кузькина мама. Я не могу объяснить. Но когда устроит, тогда поймете. Вот, видно, мама была суровая. Поэтому нельзя в надежде на то, что ты сможешь очиститься, совершать грех. Это очень опасное мышление. Оно разрушает жизнь человека. Дальше, призывать людей к исправлению – это лекарство. Я вам сегодня уже говорил, что я как бы лучше жить стал благодаря тому, что я начал читать лекции. Я начал лучше себя вести, правильнее все делать. Почему? Потому что само чтение лекций дает такой результат. Человек сам становится лучше постепенно. Он меняет свою жизнь к лучшему. Почему? Потому что у него есть ответственность за людей. Поэтому вы тоже можете так же делать. Но лучше всего это делать с любовью. Надо понять, что всегда, если ты хочешь какую-то правду людям сказать, говори им так, чтобы ты говорил себе. То есть не надо говорить для других. Надо говорить для себя правду всегда. Что я на самом деле ее не имею, этой правды, и для себя говорю. Но направленный этот звук может быть на другого человека. Надо говорить очень мягко. И надо говорить, как будто ты себе говоришь это. Тогда человек будет слушать и будет исправляться. Что должна делать женщина, если мужчина не работает над собой? Она должна начать работать над собой, женщина. Как вы думаете, что значит женщине работать над собой? М? М? Делать зарядку, поститься, да? М? 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 сейчас упражнение. Женщины, сядьте прямо. Сейчас я вам покажу, как работать над собой. Сядьте прямо, выпрямитесь. И вместе со мной, вот с чувством, с глубоким, делайте вот так. Давайте, вот так. Вот теперь добавляем к этому упражнению три слова. Да, мой дорогой. Давай, давай, делай. Да, мой дорогой. Да, мой дорогой. Ну давай, что вы смеетесь? Я серьезный. Что у вас заклинило-то? Давай. Да, мой дорогой. Вот кто там, молодцы, какие же. Да, мой дорогой. Вот запомните, это для женщины самая большая аскеза, какая только существует в этой жизни. Если женщина хочет мужу дать возможность заниматься духовной практикой или просто совершать аскезы, или работать над собой, не имеет значения. Женщина должна вот эту аскезу совершать. Она, муж, допустим, что-то толкает там, какую-то дурь. И вы должны стоять там, мой дорогой. Потому что, когда вы будете так говорить, у нее сразу, потому что женщина, я сейчас вам секрет открою, внимательно слушайте, сейчас уже будет не смешно. Женщина является сердцем мужа. Когда женщина вот так делает, да, мой дорогой, она открывает его сердце. А мужчина, он как бы, у него как психика работает. Он должен сам до всего дойти, понимаете? Ему не интересно, когда ему разжевывают. Он должен сам до всего дойти. И как вот вы, допустим, мужчина говорит, мы поедем жить туда-то. И женщина ему говорит, да, мой дорогой. И так. И в сердце думает, дай Бог, чтобы ты все понял, как надо. Да, мой дорогой. То есть, да, мой дорогой. И он, а может, не поедем туда-то? То есть, у него начинается сразу размышление, понимаете? Когда женщина ему кивает, у него как бы, он начинает мыслить. Ну, то есть, у него сердце включается в мышление, потому что она включает его сердце в это время. И у него начинает сердце включаться. И он начинает, он толкает там истины какие-то. Все говорит. И в конце концов, в конце он говорит то, что является правдой. И женщина радуется уже в конце. А ей надо несколько раз кивнуть. Это ее аскеза. Она очень, это очень тяжело делать вообще. Она кивает. И надо стараться. Да, мой дорогой. И он говорит, что, не правда, ты думаешь? Нет, правда, правда. То есть, все, она преодолевает как бы. И он, да, я согласна. Все хорошо. Молодец. Ты у меня правильно думаешь. А сама в сердце, Господь, дай ему знания, дай ему истины, чтобы он все понял. Потому что я не могу, я женщина не могу ему объяснить. И это работает очень сильно. Очень сильно. Потому что мужчина, когда женщина так себя ведет, начинает чувствовать ответственность за такую женщину. Она ему доверила свою жизнь. Начинает репу чесать, думать, что делать. Потом подходит жене и говорит, слушай, а как все-таки ты считаешь? Смиренно спрашивает. И она ему говорит, ты знаешь, я не могу тебе сказать вот до конца, но в сердце я чувствую, что ехать нам никуда не надо. И он такой, ну посмотрим, я подумаю еще, похожу. То есть, вошел думать. Понимаете, все, сердце заработало у мужчины. А это значит, что будет хорошо в жизни. Потому что, когда мужчина находится в напряжении постоянном, а это его долг так жить, сердце у него не включается, семья может неизвестно, куда укатиться. Часто бывает, мужчина уезжает на заработки и потом находит себе другую женщину. Кто виноват в том, что он нашел другую женщину? Жена. Не надо было пускать на заработки. Надо было жить тем, что Бог дал. Мужчина оторвался от жены, все, тю-тю. Он бесконтрольным становится. Женщина должна его рядышком держать с собой. Бывает, что мужчину и можно пустить, если в семье правильное отношение установлено. Но это уже другой уровень отношений со всеми. Поэтому аскеза с женщиной заключается в этом. Вырабатывать себе смирение в отношениях с близким человеком – это самая стильная и лучшая аскеза женщины, которая только может быть в этом мире. И эта аскеза меняет ее судьбу полностью. Вообще. Женщина, которая может вот так делать такое упражнение, она может мужу все сказать. Все, что угодно она может сказать мужу без проблем. Когда женщина этого делать не умеет, она не может ничего сказать мужу. Потому что если она начинает говорить несмиренно, он сразу петушится. А смиренно говорить она не умеет, у нее нет силы. Поэтому, когда она научилась вот так кивать, она потом может тихонечко что-то сказать мужу. А мужу, чем тише и смирение женщина говорит мужу, тем лучше он слышит. Потому что только кажется, что мужчина, он грубый, как бы и до него не доходит. У мужчины сердце гораздо чувствительнее, чем у женщины. Гораздо чувствительнее. Поэтому, если женщина очень мягко, тактично мужу что-то сказала, то до него обязательно дойдет. Но сразу он этого не покажет. Когда до мужчины доходит, он потом ходит и думает долго. Чтобы потом сам принять решение. Когда он принимает решение, он говорит, я сам это понял. То есть, жена тут ни при чем опять, понимаете? Такая система. Итак, призывать к исправлению тех, кто идет к греху, это лекарство. Для изменения судьбы человека. Как понять свое предназначение? Может ли женщина развиваться, слушать лекции, ходить на семинары без благословения мужа? То есть, он активно не запрещает, но относится к этому очень скептически, без веры. Да, может. Но, понимаете, как? Надо понять такую вещь, что женщина всегда должна найти в своей деятельности предрасположенность мужа. Потому что эта деятельность потом будет менять мужа. Вообще, все, что должна женщина делать в своей жизни, она должна делать для семьи. А точнее, для мужа. Потому что, если муж будет меняться, дети автоматически будут меняться. И таким образом будет меняться вся семья. Поэтому самое лучшее, прежде чем что-то делать, надо мужа своей любовью, чтобы он без желания просто сказал, «Ну, сходи, если хочешь». Это и есть благословение. Потому что, как ему понять, что туда надо идти? Он только жизнь может показать, что жене туда надо идти на эту лекцию. Жизнь может дать понять это, но сразу как ему понять? У него же сердце не такое открытое, как у женщины. Поэтому он может скептически сказать, «Ну, сходи». Это уже благословение. Потому что, если вы на эту лекцию придете, то, и она действительно помогает, то мужчина будет меняться тоже вместе с женой. И ее отношение к нему будет меняться в лучшую сторону. Он уже будет лучше пускать потом дальше. Потом сам придет. Поэтому жена обязательно должна снискать такое доброе отношение к тому, что она делает у мужа на свои аскезы. Это касается не только лекции. Допустим, женщина решила поститься. Чтобы пост принес семье счастье, она должна мужа спросить, «Можно я попощусь завтра?» Он говорит, «Ну, что ты меня спрашиваешь? Делай, как хочешь». «Нет, я хочу, чтобы ты сказал. «Можно я завтра попощусь?» «Ну, нельзя». «Я сказал». Она говорит, «Да когда можно?» «Я буду ждать». «Я не знаю. Отстань от меня». И она говорит, «Ну, тогда завтра». «Ну, ладно, завтра». Все, дальше можно поститься. Понятно, как надо действовать? То есть муж должен настроиться в эту сторону. Это значит, что пост принесет ему благо. Потому что он, как бы его антенка туда повернулась, в эту сторону, значит, он будет принимать. Потому что мужчина, его психика так работает, он или воюет с чем-то, или воюет с ситуацией, или наоборот ее поощряет. У него не бывает нейтрального отношения. Он или воюет с чем-то, или наоборот за. Понимаете? Понимаете? И это очень важно. Если мужчина не воюет, значит, он уже за. Все. У него по-другому психика мужчины не работает. Он никогда не бывает безразличным. Внешне кажется, что он безразличный. Но внутри он или за, или воюет. Одно из двух. Поэтому женщина должна сделать так, чтобы не воевал. И дальше он растопится. Его за станет все больше и больше и больше в конечном счете. И он таким образом будет меняться. Если у женщины карма стать независимой женщиной. А, вот это означает, вы неправильно астрологию воспринимаете. То как в этом случае надо действовать с мужчиной? Да убить его, да и все. Карма, если я что-то не делаю. Карма плохая. Что убила, ничего делать. Карма плохая. Вот. И показывают здесь вот не расчеты. Что вот такая карма. Карма, что такое гороскоп, как вы думаете? Да, это факт, что это действует. Но что это, что такое гороскоп? Гороскоп, это карта судьбы. Там показывается, какое препятствие, какой величины. Бывает большое препятствие, бывает маленькое. Но гороскоп, понимаете, для того, чтобы изучать астрологию, для этого надо разобраться в понятиях ведических. Потому что астрология ведическая. Надо в ведических понятиях разобраться. Есть понятие дхарма, а есть понятие астрология. Астрология стоит ниже дхармы. Дхарма означает то, что ближе к сердцу лежит. Это то, что является глубоким предназначением человека. Допустим, дхарма женщины, дхарма женщины любить семью и мужа. Заботиться обо всех. А астрология указывает препятствие. Она говорит, женщине это и очень трудно будет это делать. Большое препятствие. Но дхарма стоит выше препятствия. Она говорит, хоть какое бы препятствие ни стояло. Дхарма говорит, если человек родился женщиной, ее дхарма вести себя как женщина. Другого способа жить для нее нет. Поэтому, если человек родился женщиной, то он должен женские аскезы совершать, по-женски себя вести и воплощать это в жизнь любой ценой. И веды объясняют, что для чего дается большее препятствие? Для того, чтобы человек реализовал больше на этом опыта. Допустим, женщина. Ей тяжело по-женски себя вести. Гораздо тяжелее, чем другим женщинам. Это значит, что когда она все силы на это направляет и преодолевает это, то она становится вот настолько больше женщиной, чем все остальные женщины. То есть, ее препятствие дает, как трамплин действует. Когда человек на трамплине поднимает, сначала он едет, ему тяжелее ехать, но потом зато он хорошо летит с горки, понимаете? Любые препятствия в жизни всегда действуют, как трамплин. Они даются человеку для того, чтобы он стал в 10 раз лучше, чем все остальные. Когда человек это понимает, он смело идет на препятствие для того, чтобы потом всех обогнать надолго в этом направлении. Например, есть такой, описывается случай, оратор один в Древней Греции, он заикался. Я не помню, как его там его зовут. Но есть так описано в истории такой случай, что один оратор заикался, и он, пытаясь избавиться от заикания, начал людям рассказывать. То есть, формула, смотрите, начал служить людям голосом. Голоса нет, начал служить людям голосом и стал непревзойденным оратором. Там и тени, заикания в голосе не было. И он стал лучшим оратором своего времени. Почему? Потому что он шел, выполнял свой долг в жизни. То есть, его долг был, говорит, препятствие было большим, очень большим. И он перепрыгнул через это препятствие и так взлетел, что все очень далеко от него остались. Поэтому препятствие лишь указывает на то, куда надо идти. Это же касается и гомосексуализма. Если препятствие огромное, женщину совсем к мужчинам не тянет, совсем не тянет. Ее тянет только к женщинам. Это означает, что она должна в десятки раз больше сил истратить на то, чтобы жить с мужчиной. Ничего другого это не означает. Современные представления о семьях, они как бы учитывают потребность гомосексуалистов. И не понимают, что потребность гомосексуалистов заключается в том, чтобы от гомосексуализма избавиться любой ценой. Это единственная их потребность. Другой потребности у ней нет. Когда гомосексуалист сердце свое поворачивает в правильном направлении, он становится в тысячу раз лучше, чем любой другой человек. Почему? Потому что он перепрыгивает через огромный трамплин, который очень трудно преодолим в жизни. Поэтому есть тхарма понятия. Тхарма означает, куда идти и как жить. А астрология показывает, насколько ты можешь, насколько большие препятствия на этом пути будут. Вот и все. Астрология не указывает путь человека. Она указывает препятствия. И то, как по этому пути, который указывает тхарма, он пойдет. А тхарму указывают не астрологи. Тхарму указывают святые люди. Если святой человек, к тому же еще астролог, он может и препятствия указать, и путь. Но только святые люди говорят, ты должен идти этим путем. Астролог этого не должен говорить. Он должен сказать, какие будут трудности в жизни. Но говорить о трудностях не является сильно большой заслугой. Запомните это. Это всего лишь предварительное знание. Самое главное знание – это говорить о том, как жить. Если человек может вдохновить человека жить правильно, то ему даже не обязательно о трудностях говорить, потому что человек может так завестись в своей жизни в правильном направлении, что просто будет сметать все эти трудности. Понимаете? Поэтому астрология не является настолько важной наукой, чтобы в нее верить, как в Бога. Это наука о препятствиях судьбы, и она должна учитываться в жизни. Но астрология не может на человека ставить клеймо. Например, астролог говорит, у тебя два брака. Случай, который произошел, реально, как бы, я участвовал, ну, то есть, очень близко участвовал в этом случае. Одна девушка пришла к астрологу, и астролог сказал, у вас два брака. Это буквально в смысле означает, что ей надо разводиться. И она поверила в это, представляете? Какая опасность в жизни семьи. Человек верит в то, что потом разрушает его семью. Я не говорю, что астролог, как бы, в полной степени виноват за это, но он свою каплю ядовитую привнес в это во все. Поэтому астролог не должен говорить, что у вас два брака. Он должен говорить, есть опасность второго брака, ее надо преодолевать. Понимаете? Он не должен клеймо ставить на человека. Клеймо греха нельзя ставить. Вы будете изменять жене. По гороскопу написано. Так он будет изменять и говорить, мне астролог сказал, что надо изменять. Я изменяю. Какие проблемы? У меня в гороскопе все написано, все. Это бред. Неправильное отношение к астрологии. Надо понять ее место в ведах. Да, время у нас неумолимо. У меня около полутора лет назад определил диагноз рассеянный склероз. В чем могла быть причина болезни? Причина заключается в том, что человек в прошлой жизни не давал жить другим. То есть сковывал жизненную энергию людей. В результате жизнь сковывает его жизненную энергию. Не очень хорошее отношение с мамой, которая в свое время настояла на получении профессии своим... Вот то же самое. Видите, то есть мама надавила на дочь, чтобы она там что-то делала. Это все... И плюс эта болезнь. Это все указывает на то, что в прошлой жизни она надавила на других людей. И теперь в этой жизни судьба давит на нее. И через маму, и через болезнь. Понимаете, так действует карма. Надо лечиться. Сила природы может вылечить эту болезнь. У нас сейчас вот новая методика появилась, очень эффективная. То есть вот мы исследовали в Краснодаре порядка 150 деревьев различных. И оказалось, что деревья, они... Каждое дерево в организме действует на определенное место. Ну то есть это действие никогда не меняется. И у веток деревьев, и у коры. Все части дерева в одно место бьют в организме. В организме семь слоев энергетических. И каждый слой, в каждом слое дерево действует на какое-то пространство определенное. Мы взяли, исследовали все деревья, составили атлас, как они действуют. И на все семь слоев начали каждому человеку индивидуально подбирать ту веточку, которая действует именно на то место в организме, где слабо, ну где болезнь. Эффективность мощнейшая. То есть, ну, тяжелейшие болезни лечатся, даже психические, и стоит всего 300 долларов лечение. Очень мощное лечение. Если есть тяжелая болезнь, приезжайте, будет намного лучше. То есть мы и шизофрению, уже несколько результатов есть, тяжелые психические заболевания, эпилепсию. И даже онкологию начали, там кора деревьев точно так же действует. Рассасывает опухоль прям. Сахарный диабет. Сахарный диабет нет результатов пока, к сожалению. Пока нет. Вот. Может быть потому, что инсулинозависимость, она сама по себе какие-то необратимые изменения делает в организме. Но так или иначе, многие болезни лечатся. Тяжелые. Поэтому можно попробовать. Рассеянный склероз означает, надо лечить. Своими силами вряд ли человек вылечит. Насколько настойчивым и последовательным нужно быть в достижении своей цели, не материальной, а духовной, если жизнь ставит всевозможные препятствия. Понимаете, здесь не вопрос в том, насколько вы будете упираться рогом в духовной жизни. Ну то есть... Это не вопрос в этом заключается. Вопрос заключается в том, что вы понимаете под духовной жизнью. Потому что настоящая духовная жизнь, она сама себя подстегивает. Если человек выбирает правильный объект молитвы и в правильном настроении молится, то сам объект молитвы вызывает в нем такое сильное вдохновение, что все грехи плавятся просто как гусеницы плавятся на костре. Ну то есть это просто разлетаются в дребезги кармы. Понимаете? Я вам серьезно говорю, поэтому цель всей духовной жизни означает только одно. Изучать, как молиться и кому молиться. Надо изучать, надо сначала понять, как это делать правильно. Я был на семинаре, и там весь семинар, пять дней мы учились, объясняли нам, как настраиваться во время молитвы. И это очень мощно действует, очень мощно действует. Я поменял как бы настрой, и так был неплохой, но я поменял, и у меня такое пошло сильно огромное просто вдохновение во время молитвы. Почему? Потому что правильный настрой дает правильный результат. Правильный контакт с правильными личностями во время молитвы. И правильное настроение дает очень сильный результат. Поэтому это не означает молитва, духовная жизнь не означает, что ты уперся куда-то, хухнем. Но это не работает, понимаете? В молитве работает знание. Если ты знание применяешь, у тебя само как сердце начинает заводиться, 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 заводиться. Поэтому нужно правильное общение, нужно молиться рядом с теми, кто знает, как это делать. Нужно учиться у тех, кто знает, это даст результат. А как попасть в такую среду? Для этого нужно иметь благочестие. Для этого нужно быть смиренным. Главное качество человека, который хочет менять свою судьбу, это смирение. Надо очень смиренно вести себя рядом с такими людьми, они позволят тебе рядом быть. И все, и пойдет изменение судьбы сразу. Понимаете? Такая система. А не то, что она духовная жизнь не означает. Но там очень интенсивно все, там сильно. Но эта сила идет от вдохновения. Вы говорите о замужних женщинах и семейных отношениях. Но есть так много одиноких женщин. Получается, что у них нет смысла жизни? Почему нет? Женщина соткана из любви. А если женщина одна осталась, значит, она должна тренироваться любить. На ком она тренируется? Тренируется на соседях, тренируется на кошках, жучках, внучках. Тренируется на родственниках. Тренируется на друзьях, подружках, имеется в виду. Она всех любит. Женщина всех должна любить. Она должна отдавать себя всем. Пирожки можно не только мужу печь. Можно по-женски вести себя со всеми. Надо тренироваться. Женщина осталась одна. Да это не женщина осталась одна, а статуя. Если женщина, любая, с любым видом лица, с любым строением тела, я вам говорю серьезно вполне, начинает вести себя как женщина и начинает вырабатывать в себе энергию любви все больше и больше, больше и больше, больше и больше отдавать любовь, чем больше отдает, тем больше у ней появляется. То в результате, знаете, что получается? Очередь выстраивается мужиков. И она выбирает. Этот женатый не подходит. Этот пьяница не подходит. Этот духовной практикой не занимается, не подходит. Она будет еще выбирать. Так должно быть. Женщина всегда должна выбирать еще. Не то, что там попался какой-то, ну, хоть, слава Богу, хоть какой-то попался. Нет. Должно быть так, что она выбирает, понимаете? А для этого надо просто стать женщиной. В этом вся проблема. Вы не знаете проблему, дорогие мои. Поэтому вы так вопрос мне задаете. Если красивую розу посадить на улице, красивую, сколько она там прорастет? Минут 20 ее уже не будет посреди дороги. Так? Кто-то возьмет себе. А если дрянь какую-нибудь положить на дороге, все будут обходить? А любовь, а любовь прошла стороной, никогда не проходит. Есть закономерности в этом во всем. Если женщина перестала быть скупой в любви, это значит, что она станет счастливой в любви. Таков закон. Женщина рождается женщиной только по одной причине, что она очень скупа в любви. Женщина, весь эгоизм женщины направлен с детства на то, чтобы получать любовь. Поэтому она всем рисуется. Она говорит, подарите мне любовь. Ну, а вы? А вы? Я, смотрите, а какая? Ну, подарите мне любовь. Этому женщина рисуется всем. Она хочет, чтобы ей дарили любовь. Скупость в отношениях любви, жадность в отношениях любви. С этим рождается женщина. Но цель женской жизни заключается в том, чтобы любовь сделать чистой. Означает ее отдавать. И она начнет сразу продуцироваться внутри. Вот и все. Учитесь понимать, что является любовью, а что подменой. Например, просто я вам как бы для примера. Например, заставлять мужа говорить с собой ласково – это не любовь, а подмена. А ласково говорить с мужем так, чтобы у него голос поменялся – это любовь. Заставлять мужа нежно вести себя с собой, как бы, и ухаживать за собой – это подмена, а не любовь. А так вести себя с мужем, чтобы он начал ухаживать – это любовь. Просить мужа, чтобы он тебе что-то купил – это подмена, а не любовь. Это жадность. А так себя вести, чтобы у мужа сердце требовало купить, а жена говорила – да не надо, не надо это покупать, у меня хватает. Это любовь. Понимаете, о чем я говорю или нет? И если вы настроитесь таким образом и победите себя в своем женском теле, победите свою скупость в любви, то сразу же и внешняя, и внутренняя красота начнет вылазить наружу. Любое лицо расцветает, у женщины расцветает с любым лицом. Не надо делать себе пластические операции, глаза менять, нос, груди, губы менять. Не надо ничего менять. Все будет красиво и само. И эта красота будет неожиданной для вас. Каждая женщина имеет красоту, она заложена уже самим рождением женским. Надо просто найти себя как женщину, и сразу ваша красота, она выйдет и начнет очень активно развиваться в вашей жизни. И это не только с мужчинами даст отношения, это даст отношения со всеми людьми. Женщина – это человек отношений. Женщина – это та, в которой отношения очень развиты. Надо просто стать женщиной для этого, понимаете? Женщина означает, все любят, не только муж, все любят. Это означает женщина. И если вас все уже полюбили, а мужика еще нет, значит Бог ищет вам получше. Не волнуйтесь. Скоро найдет. Время заканчивает, да? Девять, все, понял, молчу. Сейчас будем повторять, я желаю всем счастья. Все сели прямо. Вас устраивает ход ведения лекции, все нормально? Сейчас будем тренироваться. Я сейчас выберу очень такой сильный способ тренироваться. Я так думаю над тем, как лучше это делать. У меня идея такая возникла. Последнее время очень сильные такие пожелания всем счастья получаются. Значит, смотрите. Мы должны что сделать? Надо найти в своих мыслях человека, который очень нуждается в помощи, который сильно страдает. Есть одно условие. Этим человеком не должны быть вы. Надо найти какого-нибудь другого, кроме себя, человека, который сильно страдает. И мысленно кланяясь всем людям вокруг. Именно вот так. Мысленно кланяясь всем людям вокруг. И прося у них помощи, а также прося помощи у Бога, надо повторять всем сердцем, то есть от груди. Я желаю всем счастья. И повторять с глубокой верой, что счастье должно перейти к этому человеку и помочь ему. Когда вы начнете таким образом повторять Я желаю всем счастья, то вы заметите, что вам это очень хочется делать. Вы почувствуете радость от самого процесса. И я вам могу сказать точно. Может у вас будет очень мало сил для того, чтобы помочь этому человеку. Но помочь себе вы сможете точно в этом случае. Если вы найдете человека, которому вы хотите помочь, все свои силы отдайте на то, чтобы он вылечился. Мысленно кланяйтесь всем и будьте заняты мысленно тем, что вы желаете всем счастья. И свое пожелание счастья отдаете этому человеку. Плоды. То есть вы повторяете Я желаю всем счастья. Не думайте, что моя жизнь лучше станет. Не надо об этом думать. Это не наше дело. Это не наше дело. Это дело Бога. Надо взять и думать о том, чтобы у этого человека стала лучше жизнь. И если вы сможете в такой настрой войти, а это не просто, тогда вы увидите, как в сердце вашем загорится лучик радости. И настоящая жизнь, пусть на пять минут, вот эти вот, которые сейчас будут, она начнет бить из сердца. И жизнь станет прекрасной на эти пять минут. И это значит, что вы начнете жить. Потому что другой жизни нет. Есть только жить в служении другим. Нет другого способа жить в этом мире вообще. Все остальное это просто иллюзия. Пустая трата времени. Надо повторять все вместе. Не надо громко слишком повторять и выбиваться из ритма. Потому что я задаю такой ритм, который концентрирует на внимательном повторении. То есть это ритм разума. То есть есть эмоциональный ритм, есть ритм ума. Вот. Есть ритм расслабленный. А я пытаюсь сделать такой ритм, который бы именно разум включал. То есть желание победить. Разум означает судьба. То есть желание победить судьбу. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья 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 Я желаю вам всем счастья